Анатомия неизбежных уступок, все можно исправить. Что станет основным посылом сегодняшней пресс-конференции. Нам некуда деться, мы одни, союзников не интересует, что происходит в Армении, они не пытаются открыть Бердзорский коридор. 120 тысяч человек на пороге гуманитарной катастрофы, а обильный снег и вовсе перекрыл коридор. У Азербайджана анклавы на северо-востоке Раа, мы реформируем армию, но армия не для того, чтобы занимать чужие территории. Пара сел в Гигаркуникском Марзе опустели, а что происходит в Джермуке, сами видите. Мы тверды в решимости реализовать повестку мира, на 29,8 КВ, КМЭ, но и это как видите не точно, все стратегические высоты у Азербайджана. Придется отречься от прав и требований, чтобы обеспечить консолидацию мирового сообщества для нашего выживания. Внутренний консенсус уже есть, мы и парламентская оппозиция верны бумажке 9 ноября. Мы установили на площади беспрецедентно роскошную елку и невиданное освещение, ВВП беспрецедентно вырос. Иисусу тоже установим 33-метровый памятник, чтобы Господь не позволил нам сойти с пути истинного. Что предшествовало такому бреду, подписание документа 9 ноября 2020 года имело крайне слабую, хромую аргументацию. С одной стороны, утверждалось, что ресурсов не осталось, с другой, что подписание спасло жизнь 25 тысяч военным. Аргументация построенных уступок требовала более надежной конструкции, и она была выстроена. Нынешняя аргументация новых уступок со стороны Пашиняна следующая, если мы не уступим Баку, то окажемся под большим давлением Москвы и вынуждены будем вступить в союзное государство. Что будет означать полную потерю независимости Армении. Это недопустимо, следовательно, надо уступить Баку и спасти независимость страны. Может показаться, что посягательством России на армянскую идентичность, хоть и дорогой ценой, но дается отпор. Что происходит на самом деле и в чем секрет неизбежности уступок. Массовое впрыскивание антироссийских настроений осуществляется обслуживающими гражданский договор, но формально не аффилированными с ними медиаэкспертными кругами в режиме нан-стоп уже многие месяцы. Само российское государство, на уровне сполксменов МИД и президента РФ, не жалеет усилий для внедрения в Армении антироссийских настроений. В то же время, без прямого участия РФ, устами посла Беларуси в Армении пускается в обращение идея предложения о вступлении в союзное государство. Таким образом, все готово для финального акта манипуляции армянским общественным мнением. На подготовленном мрачном фоне, как гром среди ясного неба, звучит мятежный клич секретаря Совета Безопасности Ра Григоряна в адрес России. Затем премьер Армении в новогоднем послании, с маской провинциального Зевса на лице, сетует, что наш союзник покинул нас, ах такой сякой, неверный, мы одни совсем одни. Теперь, в построждественский период, остается только запустить истерику, что вариантов нет, 120 тысяч. Соотечественников в блокаде, нужны уступки во имя свободы, жизни, хлеба насущного и прочего. Возможно, даже во имя любви и стратегии, или же чего-то другого. Что нужно Москве и что не нужно таким образом, насущные интересы Ра уступаются Баку и Анкаре. Остается выяснить, что выигрывает от такой комбинации Москва, репутация которой безнадежно испорчена. И вот тут наступает момент истины. Москве, как говорится, 100 лет не нужна добрая репутация в среде армян, да и армянство, сообщество неоднородное, тем более, армянское государство. Москве не нужно и союзное государство с Арменией. Не нужно союзное государство как таковое. Стремление к союзному государству, это фейк, они были отложены после 24 февраля 2020 года. Москве на южной подступах Кавказа нужно одно, отсутствие Армении после ее ухода. Чего она добивается манипулятивными схемами внедрения антироссийскости. И посредством прозападного Никола Пашиняна и его свиты, которые, безусловно, на отлично выполнит русско-турецкое задание 2018 года. По всей видимости, так все вместе и вознесутся к Москве, которая, как известно, Третий Рим, а может, кто знает, и Иерусалим. Чего только не сделаешь ради высших государственных интересов. В учебниках манипулятивных технологий армянский образец 2018-2023 годов будет представлен в рубрике «Антироссийские настроения в Армении как средство реализации российских планов». В чем мораль сей басни уступки 9 ноября были необязательны. «Нынешние уступки необязательны. Не верьте единожды вам солгавшему, он солжет снова. Не верьте шуту, его смех и стинания наиграны. Не верьте тому, кто скажет, что ему известна истина. Верьте тем, кто ставит все под сомнение, ибо истину вы найдете раньше при своем участии. В стране и за ее пределами живут тысячи разумных и грамотных людей, тысячи готовых пожертвовать собой ради освобождения нации из самых запутанных вражеских капканов. Поверим в себя.